Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, Вьетнам просто-напросто вытер ноги о Россию и о Путина. Значит, смотрите, вот три дня назад буквально Путин был во Вьетнаме. Если вы помните, прекрасно мы все это помним, я об этом рассказывал. Никаких абсолютно маломальски значимых документов с этим кремлевским вурдалаком вьетнамцы подписывать не стали. То есть произошло абсолютно то, о чем я вам предупреждал еще до визита. Я сказал так приблизительно. Смотрите, что касается Северной Кореи, там страна изгой. Абсолютно изгой. И поэтому документы подписаны будут с Путлером, но они будут в пользу Северной Кореи. То есть там, как я говорил, Северная Корея будет сбывать, Ким Чжин-Инг будет сбывать на Россию втридорого свои конченные снаряды. А будет получать от России технологии по дешевке или вообще бесплатно, и авиацию и так далее. Ну, то сейчас может выцегонить. Вот так оно приблизительно и получилось. С Вьетнамом ситуация совершенно противоположная. Вьетнам сейчас входит в мировую семью народов. Вьетнам стремится к тому, чтобы заместить Китай в качестве производителя многочисленных товаров для Соединенных Штатов. Вы знаете, у него это постепенно начинает получаться. Потому что, вот видите, сейчас американцы постепенно выводят производство из Китая. Не хотят они Китаю давать зарабатывать деньги. И переводят куда? В Мексику и во Вьетнам. Вот эти вот два, как говорится, основных, ну, сами Штаты тоже понятно. Вот, но Мексика и Вьетнам, они как бы становятся на сегодняшний день полными такими Китая заместителями. И Вьетнаму сегодня, у которого бешеная торговля с США, бешеная торговля с Евросоюзом, с Австралией, с Канадой и так далее. Вот связываться и получать какие-то санкции из-за страны изгоя, с которым у него три копейки товарооборот. Ну, это верх идиотизма. А вьетнамское руководство современное в идиотизме никак заподозрить невозможно. Так вот, так оно все и получилось, друзья мои. Путин уехал домой к себе туда в болота, не солоно хлебавший. А через три дня во Вьетнам пожаловал зам госсекретаря Соединенных Штатов Америки по как раз региону Юго-Восточной Азии. И тут же вьетнамский МИД просто поплыл, знаете, в комплиментах и в эпитетах. Значит, Америка названа основным торговым партнером Вьетнама, самым значительным, самым важным. Это официальное заявление. Американцы, конечно, дико счастливы. И министр иностранных дел Вьетнама заявил, что товарооборот Соединенными Штатами будет только расти. А теперь вдумайтесь в цифры. За прошлый год Вьетнам экспортировал в Соединенные Штаты Америки продукции на 110 миллиардов долларов. Вдумайтесь в цифру. Цифра огромная. Станет ли Вьетнам отказываться от таких денег? Они что, умалишенные? Конечно же нет. И, естественно, вот эту цифру за счет того, что американцы переносят производство во Вьетнам из Китая, она только будет расти. И это продукция под Соединенные Штаты и для Соединенных Штатов. И кто-то надеялся, Путин там на что-то надеялся, что вьетнамцы ему будут продавать там три ржавых советских танка старых, чтобы потом влететь под санкции. Чтобы потом американцы сказали, а мы вам больше все, мы у вас покупать ничего не хотим. И производство он перенесем еще куда-нибудь. Таиланд, например. Ну, условно говоря. Конечно, вьетнамцы такого не сделали. И они принимают, да, они просто с распростертыми объятиями приняли представителя Соединенных Штатов, рассказали ему, показали ему великолепные перспективы во Вьетнаме. А теперь небольшое отвлечение. Я уже вам сказал, что экспорт Вьетнама в США, ну, плюс, там, чуточку меньше, 110 миллиардов долларов. А знаете, какой экспорт Вьетнама на Россию? 1 миллиард 900 миллионов долларов. В 70 раз меньше, да? Скажите мне, Россия вообще существует как торговый партнер Вьетнама? Та завтра Вьетнам может вообще отказаться от этого миллиарда? Скажите, нахрен не интересно. Просто закрыть. И будет, знаете, в рамках статистической прогрешности. Была Россия, не было России, значения больше не имеет. Субтитры создавал DimaTorzok